Экономика растет, цены падают, динамика пока не очень заметна, а дефляция, падение цен для второй половины лета вообще дело обычное, сезонное. В этом выпуске и расскажем, о чем говорит такой важный показатель, как объем экономики или валовый внутренний продукт, а также почему высокий уровень ВВП даже на душу населения не всегда означает высокий уровень жизни. А вот тот показатель, который говорит о том, что население действительно живет хорошо, это образование. Развитые страны выбирают только один вариант развития – ставка на человеческий ресурс, улучшение образования и обучение детей полезным навыкам. Один из ключевых в 21 веке – это критическое мышление. Ученые Калифорнийского университета доказали, этот навык важнее даже уровня IQ. Впрочем, в наших школах пока гонятся за знаниями фактов, а не обучение навыкам, которые нужны в реальной жизни. Помимо уже упомянутого критического мышления, это может быть финансовая грамотность, начальные знания в области IT в преддверии нового учебного года. Еще раз напомним, почему без хорошо образованных людей страна обречена. Июль Кыргызстан завершает с дефляцией. В среднем снижение потребительских цен составило 1%. По данным надстаткома, цены на продукты питания и безалкогольные напитки стали ниже более чем на 2%. На непродовольственные товары и алкогольные напитки – на 0,1%. Но повысились тарифы на услуги населения более чем на 0,5% и табачные изделия стали дороже также на 0,5%. Дефляция в июле была по всей республике, за исключением города Орск. Здесь, как ни странно, и в этот период времени наблюдалось повышение цен. Вообще, вторая половина лета, как правило, время дешевых продуктов питания, поэтому в дефляции нет ничего удивительного. Финансисты напоминают явление это сезонное. Например, в августе 2016 года дефляция составила 22,7%. Но когда цены на товары и услуги снижаются постоянно, для экономики это скорее минус. Напомним, власти Кыргызстана приписывали к своим заслугам, что страна закончила прошлый год понижением цен. Дефляция по итогам 2016-го составила полпроцента. Нельзя все время ставить себе цель, чтобы цены постоянно снижались, потому что для экономики это, может быть, для населения это хорошо, но для экономики это не совсем хорошо. Если мы знаем историю Японии, то они постоянно борются с дефляцией, потому что это такой плохой эффект, когда просто мы знаем, что завтра цены или через месяц цены упадут, мы товары покупать не будем. Мы знаем, что телевизоры послезавтра упадут, компьютеры и так далее, везде машины будут падать в цене. То есть мы все время будем копить и ждать еще лучшей цены, и еще лучше цены. Это такой эффект, а это получается очень сильно понижает спрос. И производителям просто у них не остается, у них нет продаж. Грубо говоря, продажи снижаются, у них нет оборотных средств на развитие. И поэтому и национальные банки, и правительства сейчас должны следить за расходами. Но я думаю, что инфляция будет, ну, в смысле, уровень инфляции вырастет. ВВП Кыргызстана, по данным надстаткома, растет. За первые шесть месяцев 2017 года этот показатель составил 194 миллиона долларов, на 18 миллионов больше, чем за этот же период 2016 года. То есть первое полугодие 2017 года показало рост ВВП более чем на 10%. Динамика неплохая, но стоит отметить, что в 2016 году произошло падение. Объемы ВВП в период с января по июль прошлого года сократились на 2,3% по сравнению с этим же периодом 2015 года. ВВП один из основных показателей макроэкономического анализа обещания его увеличения ключевое в предвыборных программах. Напомним, цель макроэкономического анализа измерить уровень благосостояния населения. Однако данные по ВВП полные картины экономического благосостояния граждан не дают. И вот почему. Разберемся для начала, что такое валовый внутренний продукт, сокращенно ВВП. Это сумма всех товаров и услуг, которые были произведены в стране для потребления, продажи и накопления. В ВВП учитывается стоимость конечного товара или услуги. То есть, если производитель сельскохозяйственной техники закупает у другого местного производителя детали, скажем, насадки или навесное оборудование для трактора, то в ВВП будет учтена только стоимость готового трактора, а стоимость промежуточных товаров не учитывается, чтобы избежать двойного учета. Очень большая часть экономики, большая часть бизнеса, общества или, например, населения до сих пор живут в неформальной экономике. То есть, по оценкам Всемирного банка, это значение достигает 30 или 35 процентов. Но, опять же, кто может доказать, что это именно 30-35, а не 50 или 60? Соответственно, наверняка рост экономики или вообще общий объем ВВП страны сильно отличается от того, что мы видим из официальных данных. А официальные данные, они собираются из НАЦСаткома. НАЦСаткома откуда он берет? Только из всех данных, которые задекларированы или написаны. А мы знаем, что очень многие наши граждане не любят декларировать или не любят делиться с тем, что у них происходит. ВВП не отражает всей картины реального роста экономики. Так, например, Китай по номиналу ВВП стоит вторым после США. Объемы экономики этой страны в 2016 году составили 11 триллионов 218 миллиардов долларов. Последующие за Китаем в списке Японии ВВП более чем в два раза меньше. Но это не значит, что жители Китая живут в два раза лучше жителей Японии. Китай самая многонаселенная страна в мире и здесь живет примерно 19 процентов населения земли. Япония тоже одна из многонаселенных стран мира, но здесь живет едва ли 2 процента населения. Страны, где больше населения производят и, соответственно, потребляют больше товаров и услуг. Чтобы объективно сравнить экономическое развитие стран, экономисты делят ВВП на отчисленность населения и учитывают покупательную способность денег. Например, выезжая за границу, вы можете заметить, что товары могут казаться вам дороже либо дешевле, чем у вас в стране. Например, количество товаров, которые вы можете купить на 10 долларов в бедной стране, будет гораздо больше, чем количество товаров, купленные на эти же 10 долларов в развитом государстве. Паритет покупательной способности помогает сравнивать реальную стоимость валют в разных странах. Наиболее популярный пример покупательной способности – индекс Big Mac. Его вычисляет и публикует The Economist. Индекс вычисляется на основе цен на Big Mac в заведениях McDonald's в разных странах и представляет собой альтернативный обменный курс. Вернемся к ВВП на душу населения. В том же Китае этот показатель – 15 399 долларов, а в Японии – 41 275 долларов. Впрочем, и ВВП на душу населения не отражает полной картины благосостояния граждан. Первое место по ВВП на душу населения долгое время держит Катар. В 2016 году этот показатель у страны был 127 660 долларов. Если поехать в Катар, то видим, что там просто голая пустыня, дороги и нельзя сказать, что уровень жизни или уровень развитости катарцев намного превосходит тех людей, которые живут, например, в Европе и в то же время имеют ВВП на душу населения гораздо ниже, чем Катар. Согласно рейтингу Всемирного банка по распределению доходов по индексу Gini, где 0 это полное равенство, а 100 – тотальное неравенство. За 2014 год – самое равное распределение доходов в Украине, рейтинг чуть более 24. Вторую строчку, правда, по показателям 2013 года занял Казахстан с рейтингом 2633. На третьем месте по равному распределению доходов Кыргызстан с рейтингом почти 27 в 2014 году. Далее следует Молдова, она отстает от нас всего на один пункт. У России рейтинг только за 2012 год, более 40. В Китае неравенство в распределении доходов больше. В США по данным 2013 года индекс распределения доходов 41,6. В 2014 году самые высокие индексы у Колумбии и Парагвая. В странах Латинской Америки традиционно самое неравное распределение богатств. Данный стран Европы есть за 2012 год в среднем – это индекс от 25 до 29. Мне кажется, концентрация капитала в руках определенной группы людей у нас намного ниже, чем, например, в России или в Казахстане. У нас нет больших энергоресурсов, над которыми можно было бы установить контроль и на этом зарабатывать деньги. Да, у нас есть золото, но большая часть золота в руках иностранной компании, которая делится с нашим государством, а не какого-то частного лица. Поэтому большой капитал, который люди заработали здесь в нашей стране, он так или иначе связан с торговлей. Не производством, не перепроизводством, а именно с торговлей. А когда дело касается торговли, то тогда уже здесь двери открываются больше для конкуренции. Соответственно, если сравнительно посмотреть, то я думаю, что в нашей стране гораздо больше людей владеет значительным капиталом по сравнению с России или с Казахстаном. Индикаторов, по которым можно отслеживать уровень жизни в стране, много. Сам аналогичный рейтинг включает в себя довольно много пунктов от продолжительности жизни до качества продуктов питания. Сравнивать читает финансисты надо еще и уровень жизни представителей беднейших слоев населения. То есть, чем больше тех, кто живет за чертой бедности, тем более экономически неблагополучное государство. Ну и очень важно следить за двумя главными индикаторами. Население наше, предпочитает уезжать с этой земли, или наша земля и то, что мы делаем мозгами и руками настолько привлекательно, что не только собственное население, но и другие люди стремятся к нам приехать и жить и работать с нами. Следующий индикатор это деньги. Человек, что бы ни созидал, он все монетизирует. И деньги являются универсальным измерителем результатов его труда. И происходит отток капитала или приток капитала. Согласно данным Нацбанка, в мае почти на 40% выросли денежные переводы в страну. Сальдо, то есть приток за вычетом оттока составил почти 695,5 миллионов долларов. Это официальная статистика денежных переводов физических лиц. Она, по крайней мере, показывает то, что знаем мы все. Отток человеческого ресурса из Кыргызстана очень высок. Если в Казахстан и Россию утекает в основном рабочая сила, то в развитые страны происходит фактически экспорт мозгов. Согласно законам экономики, склонность к миграции носит предельный характер. То есть, чем выше экономический рост, чем быстрее растут доходы в бедной стране, тем ниже склонность к миграции. Чтобы развитие было реальным и затрагивало абсолютно всех, надо ставить на развитие человеческого ресурса. В странах Запада образование уделяет все больше внимания, постоянно думая о том, готовит ли существующая система обучения детей к реальности взрослой жизни. Главным навыком 21 века называют критическое мышление. В Калифорнийском университете даже провели исследование и пришли к выводу, критическое мышление важнее уровня IQ. 244 участников, проходили различные IQ-тесты и по навыкам критического мышления. Участникам задавали вопросы, как часто они сталкивались с плохими событиями в жизни. Чем меньше плохих событий в жизни, тем мудрее и эффективнее человек принимал решения, считают исследователи. У людей с более высоким IQ неприятных и плохих событий в жизни было не так уж много, но те, у кого показатели критического мышления были высокими, даже при низком показателе IQ успеха в жизни было гораздо больше. Выводы ученых можно иметь скромный IQ и типа жизни мудро, а можно иметь высокий IQ и допускать всевозможные ляпы. Это вопрос наличия критического мышления. А какой человеческий ресурс подготовят школы, которые не торопятся дать ребенку свободу? Кого готовит система образования Кыргызстана? В стране 2236 школ, из них 92 частные. Конституция гарантирует бесплатное начальное и среднее образование в государственных образовательных учреждениях. Но это конституционное право нарушается во всех школах страны. Родители вынуждены платить ради обучения детей, сдавать деньги на классный фонд, ремонт школы, на зарплату уборщицам, охранникам, службе безопасности, на подарки учителям по праздникам, даже собирая деньги на мел и другие хозяйственные мелочи. Получается, каждый год один за одного ребенка бешкекские родители отдают школе порядка 6-7 тысяч сомов. Учеба в частной школе обойдется, конечно, гораздо дороже. В Кыргызстане есть международные частные школы, есть и местные. Соответственно, первые дают аттестат международного образца, вторые ограничиваются кыргызским аттестатом. В международных школах обучение проводится на английском языке. В таких школах в основном учатся дети дипломатов, сотрудников международных компаний и иностранных граждан, работающих в стране. По данным Радио Азат, так самая дорогая школа QSI. Годовое обучение в ней обходится родителям в почти 24 тысяч долларов. Вступительный взнос – 300 долларов. Дети учатся с 8 утра до 4 дня. Выпускники получают американский сертификат. Выпускникам школы Оксфорд также выдают аттестаты международного образца. Обучение на русском языке стоит 4 тысяч долларов в год на английском 13 тысяч долларов. В классе – не более 20 учеников. В рядах дорогих и престижных школ – европейская школа в Центральной Азии – Бишкек. Обучение здесь начинается от 9 тысяч 170 долларов и доходит до 14 тысяч. В зависимости от достижения в учебе предусмотрена скидка, могут ее сделать и в зависимости от социальных условий. В международной школе Кембридж-Силк-Роуд обучение проводится на английском языке. Учащиеся получат 12-летнее образование. В одном классе – не более 15 учеников. Время учебы с 8 до 6 вечера. Контракт за учебу от 9 до 11 тысяч долларов. Ну а в школах Сиббат или, как их называют сейчас, Сапат, учеба стоит от 2 до 3,5 тысяч долларов в год. В Кравистане порядка 50 школ Сапат. Также по республике 10 школ Белимкана. В Ауца-Белимкане год обучения стоит 5174 доллара. Частные школы в основном расположены в Бишкеке, Баше и на территории Чуйской области. В таких школах, как Абитуриент, Алтын-Башат, Ильим, Звездочка, Приоритет, Талим и Эврика обучение на русском языке. В этих школах за месяц обучения родителям придется заплатить от 145 до 300 долларов. 20% государственного бюджета Кыргызстана составляет расходы на образование. Как бы власти не уверяли, что столько средств не выделяется ни в одной стране, нынешние системы образования довольны далеко не все. Родители убеждены, необходимо обновлять систему образования, которая осталась от Советского Союза. Они считают, что в существующей системе много ограничений и много ненужных испытаний для ребенка в виде экзаменов и тестов, от которых уже давно пора отказаться. Кутбол ученик одной из государственных школ Бишкека. Он хорошо учится, один из лучших учеников класса. Но Чулпон маму Кутбола все равно часто приглашает на беседы с учителями. Педагогам не нравится активность Кутбола, его излишняя подвижность и неусидчивость. Очень много ограничений, очень сильно ограничивает ребенка. Вплоть до того, что ребенок сидеть должен всегда вот так. Ребенок не должен разговаривать, не должен задавать лишние вопросы, не должен выходить из той рамки, которую задает учитель, например. И часто бывает так, что учителя не соответствуют уровню ребенку даже. Если ребенок задает какой-то вопрос, даже если не касается этой темы, сегодняшней, например, учителя всегда о ней подтыкают. То есть это не наша тема. То есть во время урока ты не должен задавать вопросы, не касающиеся нашей темы и так далее, и так далее. По словам психологов, человек не сможет свободно мыслить, если будет сидеть прямо, сложив перед собой руки, как это принято в школах советских времен. Такой подход к поведению в школах сохранился до сих пор. И детей все еще воспитывают как солдат, которым ограничивает свободу мышления. Эта система, она вот как трафарет, да? И мы часто делаем так, что вот трафарет поставили, так, подходит этот ребенок, ага, отличник. И подходит двоечник. И тут даже не можешь требовать от учительницы, от учителя, чтобы он подходил к ребенку как бы индивидуально. Это просто физически невозможно, потому что переполнен классы, 40-45 человек, и за 45 минут, то есть для одного ребенка это одну минуту ты можешь как бы уделять, и все, это максимум. Дочь Джаннат в этом учебном году идет в первый класс. Родители девочки начали поиск подходящей школы еще 2-3 года назад. Может, в столице и есть выбор, но пристроить в хорошее учебное заведение ребенка нелегко. Частные школы дорогие, в государственных школах преподают по устарывшей советской системе образования. Джаннат огорчает еще и то, что в каждой школе для тех, кто идет в первый класс, есть специальный экзамен. Мне непонятно, почему появились вот эти критерии. Откуда появился этот экзамен? Когда мы приходили в школу, в первом классе нам задавали, как тебя зовут, ты говорил свое имя, там назвал несколько цветов, назвал несколько животных домашних, мама, папа и так далее, и все. А сейчас чуть ли не там программа 4-3 класса. Какие-то алгоритмы непонятные, какие-то там дроби чуть ли не. Очень сложные задания даже на этом экзамене. И мы думаем, а что будет дальше? То есть мы должны тогда отдавать ребенка в школу со скольки лет? Со скольки лет мы должны обучать вообще? С трех лет? С четырех, с пяти? Поэтому я думаю, с одной стороны, это такой бизнес, потому что вот эта индустрия подготовки в школе, каких-то занятий, каких-то ментальной арифметики, подготовительного класса, это все требует денег. При том, что школы ставят перед поступающими в первый класс столь высокие требования, к сожалению, школа сама не отвечает требованиям современности. Свидетельство тому уровень образования выпускников. В 2016 году из 62 тысяч выпускников по республике только 55 учеников набрали баллы для получения золотого сертификата. И это даже не один к тысяче. Школы в Кыргызстане не воспитывают критически мыслящих, свободных людей. Они готовят чернорабочих, которые, едва окончив 11 класс, едут на заработки в другие страны. Причем это воспитание начинается с детского сада. Когда мы выбирали школу, у нас был главный критерий, чтобы ребенка не загружали лишней зубрежкой, какими-то стихами, подготовками к праздникам. Вот этот весь остаток вот этой советской культуры, чтобы этого не было. Потому что мы в садике учили стихи про «Эй, какая-то толстушка, твой животик как подушка». Зачем это ребенку? И мы выбрали современную школу, на наш взгляд, она частная, но наше требование было, чтобы ребенка не загружали лишней информацией, чтобы он при этом играл, при этом у него были условия для каких-то физических занятий, и чтобы надо мне задавали эту, я не знаю, много-очень много уроков, из-за которых родителям приходится иногда даже уходить с работы, потому что они не успевают, дети не успевают, они плачут, у них стресс. И родители вынуждены все время посвящать своим первоклассникам. В Финляндии, одной из передовых по образованию стран, дети идут в первый класс, как и в Кыргызстане, в 7 лет. Самое интересное, детям не дают домашнего задания, до 13 лет нет никаких экзаменов. С такой системой образования Финляндия занимает в мировом рейтинге PISA 5 место. Сейчас развитые страны все больше внимания обращают на систему образования, и она меняется к лучшему. Например, несколько предметов могут преподавать одновременно, одновременно обучать английскому и географии, или математике, и танцам. Некоторые предметы могут вести не один, а два учителя. Уроки становятся все интереснее, а знаниями становятся навыки, которые пригодятся детям в жизни. В развитых странах учитель неистинно в последней инстанции. Например, в Германии существует своего рода треугольник взаимоуважения. Одна сторона учитель, вторая родитель, третий ученик. И все стороны равны. В процессе учебы все стороны могут предлагать свои рекомендации по его улучшению. В этой стране при поступлении в школу нет ни тестов, ни экзаменов. Халил Сарпашан, учитель английского языка в одной из школ германского города Вальна Рейни, был очень удивлен, что при приеме в школу Бишкека детей заставляет проходить тестирование. Никаких тестов для детей, которые только поступают в школу. Первая ступень школьного образования в Германии – начальная школа. Здесь учатся 4 года, с 6 до 10 лет. И в начальной школе детям, конечно, дают базовые знания и обучают навыкам, чтению, письму. У нас нет никаких тестов для детей, которые только поступают в школу. Ведь школа сама должна всему этому учить. Есть лишь один вид оценивания, когда учитель по окончанию начальной школы дает рекомендации, куда отправить ребенка дальше. В гимназию, где более высокий уровень обучения, для детей с высокими способностями. Либо в школу среднего уровня, куда идет большинство. Есть школа первого уровня для детей, у кого есть трудности в обучении. Сейчас, кстати, существующая система образования – горячая тема политических обсуждений. Например, если учитель говорит, что школьник, окончивший начальную школу, не имеет больших способностей в учебе, и ему нужно больше помощи от учителя. Может, специальная программа, и рекомендуется отправить школу первого уровня. Конечно, и решение за родителями и самим учеником. Для учителя это немного сложно, потому что у нас, может быть, в одном классе ученики как с очень высоким уровнем способности к обучению, так и ученики, у которых есть проблемы с учебой. Обучение навыкам – важная часть работы учителя. Обучение навыкам – это большая часть работы учителя. Мы стараемся дать то, что мы называем комплексным знанием. И комплексные знания не включают в себя только изучение того, что написано в книгах или знание ответов на какие-то вопросы. Учителя учат так, чтобы ученики находили практическое применение полученным знаниям. Например, мы работаем с госинститутами или большими компаниями. У нас проводятся дни, которые мы называем днями практических знаний. Менеджеры компаний или каких-то организаций, представители властей приходят в нашу школу, общаются с учениками, могут проводить какие-то обучающие игры. Так мы пытаемся дать комплексные знания. Это одна часть работы. С другой стороны, учителя стараются не просто учить по учебникам, но проводить развивающие и обучающие уроки, используя те же игры, приглашая экспертов на уроки, проводя экскурсии. Мы часто выезжаем с учениками за пределы школы и изучаем, что происходит даже в нашем регионе. Например, мы ездим со школьниками в Берлин, в Бундестаг, изучаем, как работает федеральное собрание. Думаю, для учеников очень важно знать и изучать, как работает политическая система в стране. Знание предметов – это лишь один вид навыков, которым мы обучаем детей. Оторванность образования от реальности отмечали даже в департаменте образования Германии. И мы начали обучать детей четырем видам навыков. Во-первых, это личностные навыки. Например, как я должен сидеть, как разговаривать, как искать новые знания, как презентовать себя. Далее навыки социальные, как я должен общаться и коммуницировать с людьми, как я могу работать в группах, подходят ли мне больше пассивные роли, или я могу быть более активным. Мы также даем методические навыки с практическим применением. Например, как я могу применять свои знания, методов, которые, может, я изучил в учебниках, как мне это может помочь, и как я могу это применить в реальной жизни. И четвертый вид — это знания по предметам. Обычно то, что уже есть в учебниках. Знания из учебников — это лишь один из четырех навыков, которым мы обучаем детей. Треугольник взаимного уважения. Учитель, ученик и родители. Раньше в Германии роль учителя была та же, что, и как вы говорите у вас, учитель главный, он говорит, что надо знать и как надо знать. Но в результате реформ, обсуждений и развития системы школьного образования у нас теперь своего рода треугольник — учитель, ученики и родители. И все три части этого треугольника равны. Конечно, на уроках ученик не может встать и вести себя как хочет, но в целом мы не работаем так, что мы учителя сверху, а ученик ниже нас. Нет, мы на одном уровне. И так ученики лучше понимают, они могут спокойно задавать вопросы, так легче урегулировать конфликты. Очень важна сама критичность. Я как учитель не говорю, я прав и все. Я всего лишь человек, и тоже могу допустить ошибки. Тогда мои ученики говорят мне, мистер Сарпашан, может, мы сделаем это немного по-другому, и моя реакция будет, о, здорово, очень хорошая идея. Конечно, мы можем сделать так, как вы говорите. Это то, что отличает образование в Германии. Это действительно треугольник взаимоуважения. Родители также могут контактировать с учителями, спрашивать, что они рассказывают на уроках, как преподают, могут предложить что-то изменить в программе. Конечно, я профессионал, я учился, как обучать, но учителя слушают и учеников, и их родителей. Не стойте перед учениками, идите к ним. Например, во время учебы в университете будущим учителям говорят, одна из главных правил, не стойте просто перед учениками, перед классом, раздавая задания. Ты не директор, ты учитель. Иди к своим ученикам, иди в класс, подойди к каждому, работай в малых группах. Это такая методология обучения. Хороший учитель — это и босс, и друг, и навигатор в мире знаний. Я думаю, что хороший учитель — это тот, кто может быть боссом и другом, и навигатором. Иногда ты должен быть боссом, потому что, бывает, дети отвлекаются на любую мелочь, даже на птичку за окном. И ты должен сказать, сядьте, успокойтесь, и продолжаем урок. Иногда ты должен быть навигатором, помочь детям найти способ лучше понять тему. И, конечно, ты должен быть другом, чтобы твои ученики тебе доверяли. И должен понимать, что как учитель не просто делаешь свою работу, а в идеале помогаешь ученикам стать людьми, которые займут достойное место в обществе. И ты, как учитель, не только делаешь свою работу, но и ты, как учитель, конечно, в лучшем способе пытаешься сделать это для людей после школы, которые могут быть хорошей позиции в обществе. На сегодня все. Менее чем через неделю смотрите новый выпуск «Капитал». Мой коллега Рахматулла Кудайбердиев в понедельник на кыргызском языке расскажет, что нового в мире экономики. Всего вам доброго! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова